Долгое время никто не мог осознать, что нами так бездарно управляют. На какое-то время, со старта всей нашей войны, все воспринималось наивно. Мы не воспринимали это серьезно, насколько большой провал в управлении войсками, насколько была разрушена наша армия. Мы вошли в войну в состоянии не то чтобы ноля, а минус 25, грубо говоря. То есть армии не то что не было, ее не было и не было вообще. По сути, единственные боеспособные части были национальные гвардии и внутренние войска, которые каким-то образом еще нужно было замотивировать после Майдана. И те самые условные добровольческие батальоны, которые начали формироваться, Донбасс, Азов и так далее, их 36 батальонов совокупно существует, которые приняли на себя первый самый основной удар. Спецподразделения и добровольческие батальоны. И уже потом регулярная армия начала реанимироваться. Люди начали осознавать, что они действительно в войну вошли. У нас большая беда с управлением войсками, потому что мы воевали по старой советской доктрине. Мы никогда не собирались и не готовились к войне на своей территории. У нас всегда была концепция войны оборонительной, войны оборонительной на той территории, на наступательной войне. Мы никогда не готовились к тому, что просто было. Это все начальный какой-то период войны, того хаоса, в котором мы просто пытались понять, а что вообще делать. Потому что тупо на старте мы не понимали, что это такое, что происходит. Когда мы осознали, было осознание, что Россия начала воевать с Украиной, ну просто осознание конкретное. Поймите, это надо мозгами еще как-то включиться.